Приветствую вас. К сожалению, вы задаете свой вопрос не совсем корректно. Дело в том, что вы пытаетесь понять мужчину вместо того, чтобы разобраться в себе. Вместо того, чтобы разобраться в себе, например, в том, почему вы не можете без общения с ним, то есть по сути вы описываете зависимость от человека. Почему вы пытаетесь понять его вместо того, чтобы, допустим, разобраться в себе, да? Это первое. Второй, наверное, такой достаточно важный момент заключается в том, что существует такая психологическая игра. Она называется Догонялка. Вы наверняка такую игру знаете, наверняка про такую игру вы слышали. Догонялка. Что представляет из себя эта игра? Догонялка. Ну, грубо говоря, это игра, в которую играют маленькие дети, когда, например, один догоняет, другой, может, убегает. И, соответственно, наоборот. У вас, у обоих, к моему большому сожалению, есть проблемы с личными границами. И, отчасти, но не совсем, именно этим обусловлено то, что у вас обоих ревность. Но даже, судя по тому, что вы говорите, вы не очень-то готовы разбираться с причинами своей ревности. То есть, вы не очень-то готовы смотреть, почему у вас лично эта ревность появилась. Как получилось так, что вы пытаетесь человека, по сути дела, контролировать? Как получается так, что вы ревнуете человека? На эти моменты вы как будто бы внимания особо не обращаете. Хотя, на самом деле, это очень важно. И именно из-за этого у вас проблемы. У вас обоих, и лично у вас, Диана. То есть, на это крайне важно обратить своё внимание. На это крайне важно обратить своё пристальное внимание. И с этим уже работать. Что касается молодого человека, то он ведёт себя, к сожалению, как тот, кто очень сильно боится сближения, боится близости, боится зависимости. Что, собственно, и обуславливает его такое вот поведение. Поведение достаточно, я бы сказал, негативное. К сожалению. Ну, для вас негативное поведение, да, понятно, по каким причинам. Вот, соответственно, что человек, скорее всего, не изменится. Человек, скорее всего, таким же, меняться не собирается, суть по всему. Вот, тем более, что здесь имеет место гордость. Здесь имеет место быть, опять же, страх показаться слабым. Вот, вам, в частности. Ну, собственно, это одна из таких вот, определяющих, скажем так, моделей поведения человек. Вот. Ну, и в целом, в общем, я бы сказал, что он чувствуется определённой незрелостью в ваших отношениях, конечно. Вот. Ну, я не уверен, что вы, ну, не уверен, что вы с этим согласитесь, да. То есть я не уверен в том, что вы, ну, как-то, как-то вот, что вы как-то вот, ну, решите делать что-то. Да, то есть я не уверен в этом, к сожалению. Вот. Поэтому так вот говорю. Хотя вопрос такой, безусловно, очень важный. Вот. Значит, что ещё можно добавить? Давайте посмотрим. Вот. Значит. Так. В общем, сначала просить остаться с друзьями, потом звонить самого простая, как специально холодно общаться, знаете, что человек боится близостей. А все ревнивые люди, в общем, в общем, в общем, в общем, в целом боятся близостей. Вот это, к сожалению, это вот такая вполне нормальная история для, ну, для людей, ну, ревнивых людей. А, вот. И, к сожалению, это вот вполне нормально для ревнивых людей, а, боятся вот близостей вести себя вот, ну, подобным образом. Так, как бы. Ну, вот. К сожалению, опять же, к сожалению, это ни в коем случае не является чем-то, ну, чем-то таким позитивным. Вот. Вот. А, это не является чем-то таким вот именно, что, ну, таким, ну, правильным, хорошим, полезным. Вот. Вот. К сожалению, опять же. Ну, другой вопрос, что человек, скорее всего, сам, ну, меняться еще человек не будет, потому что, ну, вот он, у него есть там определенная такая вот какая-то модель поведения, да, своя и все. И он, ну, по другому виду, сюда он не будет поправок. Вот. Поэтому, ах, и стать каких-то перемен, вот, ну, мужчины, было бы, было бы, крайне для вас, я бы сказал, наивно. Вот. Ну, сейчас вы делаете, вот, ошибку, что пытаетесь, ах, человека понять, ах, на мой взгляд, вы делаете ошибку такую-то, что пытаетесь, ах, мужчину, как-то вот, ну, понять, да. Да, то есть вы, ах, таким образом, подпитываете именно свои трудности. Вот. И, ах, повышаете уровень зависимости от него. А, также, что важнее, вы демонстрируете, ах, факт того, что, ах, не доверяете себе, к сожалению. Вот, вы демонстрируете факт того, что относитесь к себе с подозрением, то есть, что на себя, как бы, полагаться нельзя. А, вот, думаете, думаете вы. А, ну, и, как результат, вот, ситуация складывается, ну, вот, примерно, вот, таким, таким образом. Вот, то есть, то есть, то есть, довольно негатив, негативным образом. Вот, что я могу вам сказать. А, дальше, зачем, так, зачем сначала, так, бросить остатки. Ну, вот, собственно, то, что я вам, в принципе, значит, хотел сказать, да, то, что я хотел вам, надо вас, вот, донести, как раз, вот. Вот, это то, что, вот, на мой взгляд, является важным здесь. Вот, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ, потому что, в принципе, все, что хотел я сказать. Я сказал вам, дальше, вот, единственное, единственное, что вам дальше нужно только, значит, психотерапией заниматься, да, вот, со специалистом, вот, со специалистом, вот, и все, как бы, уже, ну, в зависимости уже от того, что вы хотели бы себя поменять. Вот, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, удачи и разрешения ситуации. Самое, самого лучшего разрешения ситуации. Спасибо.